Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам. И если вы хотите ничего не пропускать, если вы за свежие новости, если вы за анонсы, если вы за свежие тесты и абсолютно честные, честные обзоры на любые танки, которые в игре есть или появляются, то я думаю, знаете, что необходимо сделать для того, чтобы все это не пропускать. Ну а это все на канале есть в изобилии. Что касается того, что появилось на продаже. Сому АСМ и Бизонте С-45. Я бы сказал, вполне себе приемлемо годный набор. Не прям там фонтан, потому что не совсем прям дешево, на уровне плинтуса ценник не валяется. Но в то же время, исходя из того, что по моему скромному мнению, как один, так и другой танк в голом состоянии, пускай не стоит, понятное дело, 8500 голды, но свои 7 каждая машина стоит однозначно. Ну а здесь за 13500, что на 500 голды дешевле, нежели брать две тачки в голом состоянии по приемлемой цене, вы получаете себе вполне себе неплохой наборчик. Есть бустеры по 25 каждого типа, есть и X5 по 20 штук на каждую из тачек, и вы действительно неплохо прокачаете элитный опыт экипажа и пополните свои копилки. Есть два легендарных внешних вида, но вот единственное, что на SOMO SM гренадер смотрится простовато. Есть да и есть, да и по большому счету на SOMO SM можно с таким же успехом одеть что-либо другое. Поэтому раз положили, то слава богу, ну а если бы не было, то не особо-то и расстроишься. А вот что касается легендарного внешнего вида на Bizonte, то здесь действительно must-have, потому что без него тачка смотрится совсем по-другому и совсем теряет свой грозный и, я бы сказал, крайне впечатляющий стиль. Но это все и так есть в комплекте, поэтому либо покупаете, либо берете себе отдельно за 8,5, но по 8,5 невыгодно однозначно. Что касается меня лично, то Bizonte я купил с аукциона, а SOMO SM когда-то купил себе в наборе Slow Rain, если не ошибаюсь, 40 тонн. Короче говоря, так или иначе, две тачки в ангаре есть и я довольно часто на них играю. Они очень сильно отличаются друг от друга по геймплею, ну и в частности в отношении бронирования. В отношении брони Bizonte C45 там есть отдельный разговор и Bizonte сделаю отдельный видеоролик, в котором покажу и броню и заодно покатаем в рандомных боях, для того, чтобы посмотреть на что он способен. Но по большому счету это больше средний танк повышенной прочности, но не тяж в типичном понимании оного. Что касается SOMO SM, то здесь есть броня и на удивление довольно неплохая. Здесь прямой верхний бронелист, который имеет довольно неплохую приведенную броню в 258. Есть нижний бронелист страдальческий, но он настолько маленький и расположен так низко, что выцелить его можно только если вы как-то вот так вот выезжаете с какой-то горки, ну или вообще тупите в бою, стоите на месте, ну и соответственно даете возможность выцелить тоненькую узенькую планочку серого цвета, которую видит ваш соперник. Что касается башни, здесь есть фартук спереди, который неплохо это все дело закрывается, или шарф, как это правильно назвать, не знаю, давайте шарфом будем называть. Ну и есть неплохая приведенная броня в довольно-таки невысокой башне, вот здесь выше этого шарфа. Есть тоже, хотелось бы отметить, страдальческая ком башня, которая довольно-таки немалых размеров в данной проекции, если смотреть на машину, ну а что касается того, как она реально выглядит, то и в реале она не такая уж и маленькая и действительно очень круто выцеливает. Но благо, ребят, здесь неплохое орудие, которое позволяет вполне спокойно накидывать неплохой урон, а именно 310 за выстрел, а потенциально с трех снарядов это 930 единиц среднего урона, ну и перезаряжаются снаряды внутри магазина за 3 секунды, что тоже довольно-таки приемлемый показатель. Что касается времени перезарядки магазина в целом, то 23,5 секунды. И да, действительно это долговато, но благодаря тому, что СОМО вполне себе подвижная машина, у него неплохая скорость и ваши 40 км в час будут вам достаточным показателем, а ваш отход назад со скоростью 18 км в час позволит спокойно откатиться назад на время перезарядки магазина. Главное, чтобы рядом с вами кто-то находился и в это время сдерживал натиск соперникам. Ну и дальше вы опять появляетесь с тремя снарядами, которые можете неплохо реализовать. Стоит отметить, что 232 мм пробития тоже вполне себе приемлемый показатель на своем уровне. Если вдруг не хватает, есть подкалиберные 263, но тогда у вас на 50 единиц падает средний урон. С другой стороны, лучше гарантированного пробить, нежели долго стоять и выцеливать. Что касается времени сведения разброса, то одна из цифр, безусловно, заявлена очень высокой, 4,5 секунды. Ну а что касается разброса, в помиду не себе играбельно, по крайней мере для меня. Стоит также отметить, как дополнительный плюс по орудию, угол склонения орудия вниз минус 10, что действительно очень комфортно на всякого рода неровностях, особенно, когда играешь от какого-нибудь холмика, ну и, соответственно, таким образом увеличиваешь приведенную броню в башне. Но только стоять на месте ни в коем случае нельзя, потому что в башне, в первую очередь, будет выцеливать вот эту вот комбашню, которая, как я уже говорил, довольно немаленьких размеров. Ну что, берем машину и поехали посмотрим, на что она реально способна. Так, ребят, первое, что будем заценивать, как обычно, это подвижность. И я бы сказал, что для танка с таким уровнем бронирования подвижность вполне себе нормальная. С места, понятное дело, он не срывается, но в то же время, набирая свою максималку в 40 км в час, вполне спокойно передвигается по карте. Да, пускай вы никуда не летите, но в этом есть определенный позитив. Упороться не успеете. Что касается плюсов, которые я для себя нахожу в данной машине. Ну, во-первых, довольно неплохая приведенная броня в верхнем бронелисте, которая круто себя показывает. Но для этого необходимо, чтобы вот такое вот что-то произошло. Можно танковать и вполне себе успешно. Может быть, не всегда, может быть, иногда вас будут все-таки пробивать. Но в целом, я бы сказал, что машина вполне себе живучая. И я очень сильно не люблю, честно говоря, те танки, которые обладают барабанами. Но выжить на этих барабанах прям в край сложно. Данная машина к ним не относится. Стоит отметить еще один плюс по машине. Это скорость поворота корпуса на месте. То есть, разворот корпуса в совокупности со скоростью поворота башни. В целом, если вас пытаются закрутить, у вас есть вся потенциальная возможность на то, чтобы не дать это сделать. Ну и, соответственно, доворачивая корпусом, вполне спокойно держать в прицеле своего соперника. Так, ну здесь я. Здесь я, ребят, торганул немножко лицом. И, в принципе, за это поплатился. Не хватило. Доли секунды, ребят, не хватило для того, чтобы закинуть третий снаряд. Ладно, уходим полностью на перезарядку всего магазина. И продолжаем воевать. Главное, чтобы была поддержка от союзников. И, в целом, это время для меня не будет особо долгим. Также стоит отметить, что ДПМ, хоть и не сильно высокий, да, там, менее двух тысяч, он вполне себе реализуем. И, поверьте мне, лучше иметь 1900 с копейками ДПМа, которые вы можете в бою реализовать, нежели 2500 ДПМа, которые вы, когда будете реализовывать, будете хныкать, плакать и пытаться где-то спрятаться. В общем, в целом, ребят, тачка довольно неплохая. Да, пускай меня сейчас слили, но свой вклад в победу я сделал. Добрал одного товарища недобитка, оставшиеся два снаряда отправил в 53 ТП. И, в целом, таким образом, как мне кажется, неплохо помог команде одержать заслуженную победу. Да и, в целом, как я понимаю, ребята неплохо отыграли. Что касается брони. Ну, по броне, ребят, меня сейчас пробивала ПТХа и, как я понимаю, била, скорее всего, голдой. Ну, а что касается попадания в Бортину, то там я дал немножко маху, сильнее довернулся и не успел просто уйти из прицела своего соперника. Да, в целом, ребят, у нас в игре очень мало танков, которые круто, классно танкуют бортом. В этой машине танковать можно. 2170 единиц урона, и я не могу сказать, что это предел мечтаний. Эта машина может гораздо больше, и вполне спокойно за бой вы можете вывозить от 2700 урона, ну, я бы сказал, с легкостью. В отношении фарма. У меня активирован прем-аккаунт, и, понятное дело, что мой заработок существенно выше. Но, при этом всем, я хотел бы отметить, что, в целом, фармить серебро на данной машине можно. Да, это не самый идеальный фармер. Да, он не будет вам приносить прям каких-то мега-заработков. Но, обратите внимание, я сейчас, если отминусовать бустеры кредитов, получил, грубо говоря, 37000, практически ничего не делая. Если с бустами, то, как вы видите, 48,5, ну, а еще и плюс прем-аккаунт, то 72. Брать ли эту машину чисто ради фарма? Нет. Но для того, чтобы на ней играть, получать удовольствие, очень даже да. Все зависит от того, насколько вы готовы потратить голду на приобретение себе барабанной машины, особенно, если у вас есть в коллекции другие барабанные танки. Но мне, в целом, из барабанных танков 8 уровня, а именно из тяжей, Сомуа нравится, ну, не то, чтобы больше всех, но один из лучших на уровне однозначно. Вот такое вот мнение по поводу Сому АСМ, и, как обычно, покупать или нет, решать вам. Я пошел дальше снимать видео по Бизонте C45, который кардинально отличается от Сому АСМ по геймплею, который может предоставить. Ну, а вы, друзья мои, если не хотите все это пропустить, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Также буду благодарен, если прожмете лайкос данному видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok